Нам всем часто не хватает положительных эмоций. Каждый день жизнь диктует нам свои правила и напряжение на работе сказывается на нашем самочувствии отрицательно. Мы устаем, как физически, так и морально, и часто бывает так, что нам уже не до смеха, и это входит в привычку. Суровые лица прохожих видим каждый день, равно как и чувствуем атмосферу в обществе. Большинство из нас находится в подавленном состоянии. Встретить на улице улыбающегося человека – это большая редкость. Сложно взаимодействовать с человеком, который всем своим видом и поведением излучает негатив. Всем нам хочется видеть в своем окружении людей приятных и жизнерадостных. В то же время очень часто мы сами не можем дать окружающим то, чего сами от них ожидаем. Сегодня мы часто слышим термин «коммуникабельность». Что же это такое? Давайте разберемся. Коммуникабельность – это способность к общению, к установке связей, контактов, общительность, способность к совместной работе или совместимость разнотипных систем передачи информации. Психология общения – умение налаживать контакты, способность к конструктивному и взаимообогащающему общению с другими людьми. Коммуникабельность является одним из определяющих навыков успешного социального взаимодействия, затрагивающим как профессиональные, так и личные отношения. Главное, что хотелось бы выделить – это словосочетание «взаимообогащающее общение с другими людьми». Именно это и есть ключ к пониманию, чтобы получить положительные эмоции, либо результат вы должны обогатить человека положительными эмоциями, показать свое дружелюбие и готовность взаимодействовать. Иначе никак. Можно, конечно, попробовать сделать это с унылым лицом или с суровым взглядом, но, думаю, результат вас не порадует. И разговор сейчас вовсе не о лицемерии. Не нужно ни перед кем заискивать и льстить. Нужно лишь быть дружелюбным и относиться ко всему с иронией. Ваше выражение лица и настроение – это сигнал окружающим, и по ответной реакции можно легко определить людей позитивных, общение с которыми будет приятным для вас. На канале есть видео «Как найти друзей». Там описан рабочий алгоритм, как найти единомышленников. Тот же самый принцип можно использовать в повседневной жизни в любых ситуациях. Имею в виду то, что первый шаг всегда нужно делать самому, а после фиксировать ответную реакцию. Каждый из вас, наверное, был свидетелем того, как один человек своим присутствием вызывает радость и восторг у других. Яркий пример – Атарку Шинашвили. Его приход к любому интервьюеру превращается в шоу и комедию. Он передает всем присутствующим атмосферу жизнелюбия и заряжает позитивом всех, кто находится рядом. Конечно, помогает ему в этом врожденный артистизм. И не каждому такое под силу. Но главное – понять принцип. Не думаю, что он бесконечно счастлив каждую минуту жизни. Но он понял главное – нужно отдавать. Проецировать положительные сигналы, чтобы возникла обратная связь. Ирония и сарказм – вот два главных лекарства от хандры и депрессии. Высмеять проблему – значит преуменьшить ее значимость, а следовательно минимизировать моральный ущерб. Высмеять подлеца, который вам чем-то навредил, да еще в присутствии других людей – это достойный ответ обидчику, а главное – приятный и безопасный. Злоба разрушительна для психики, даже если правда на вашей стороне. Не таите злобу, и ваше настроение будет хорошим всегда. Любую ситуацию, кроме откровенно трагической, можно высмеять, равно как и к себе отнестись с иронией после каких-либо неудач. Место шутки всегда найдется. Давайте попробуем представить себе ситуацию, когда парень устраивается охранником в элитный дом. Его задача – смотреть в мониторы и делать обход территории жилого комплекса. Он стыдится своей должности. Не секрет, что должность охранника высмеивается постоянно и часто с акцентом на низкий интеллектуальный уровень. Так вот, должность эта настолько его тяготит, что он уже готов уволиться. Лишь бы не носить больше эту форму и не ловить на себе высокомерных взглядов. В один из дней при встрече с своим приятелем он делится данной проблемой, и его друг, имея жизненный опыт и позитивное мировоззрение, посоветовало ему перевоплотиться в известного персонажа, а именно в бородача. Благо, что некоторое сходство во внешности у этого парня было. Сначала он воспринимает такой совет скептически, но потом, под давлением аргументов и жизненных обстоятельств, все-таки решил попробовать. Он покупает себе черную шапочку, оставляет двухдневную щетину и так ходит на работу. Мало того, при удобном случае пытается копировать поведение и использовать крылатую фразу «понять и простить». Результат не заставляет себя долго ждать. Каждый входящий в подъезд житель начинает улыбаться, только увидев его. Практически все жители дома не упускают возможности поговорить с ним и блеснуть остроумием, рассказав анекдот или шутку. Он за короткое время становится любимчиком всех бабушек. Работа для него становится не тяжелым временем, а приятным времяпровождением. Мало того, когда его непосредственный начальник временно переводит этого парня на другой объект, многие жители спрашивают, куда делся бородач, и просят вернуть его обратно. А это лучшая характеристика для любого работника. Через некоторое время один состоятельный бизнесмен рекомендовал его приятелю, у которого свое охранное предприятие. Ему помогают получить лицензию и устраивают на работу с гораздо большей зарплатой. Ситуация, конечно, вымышленная, но именно с таким подходом жизнь становится другой, и любая ситуация приобретает положительную окраску. Это тот самый случай, когда человек, меняя отношение к себе и обстоятельствам, изменяет мир вокруг себя и меняется вместе с ним.